Серьезно не реставрировалось и не защищалось, не приводилось в порядок. В лучшем случае производились покрасочные работы, и то нерегулярно, и башни бесконечно усиливались. То есть всякие дополнительные конструкции здесь добавлялись для того, чтобы ее усилить. Потому что то, что рассчитывал Шухов в свое время, ну это было несколько передатчиков для радиовещания, с возможностью может быть когда-то телевидение, он уже думал об этом тоже тогда. А потом, соответственно, нагрузка все больше и больше становится. Вот появлялись новые передатчики, поэтому достаточно барбарским способом добавлялись новые конструкции сюда. Башне, конечно, очень повезло, потому что она была в свое время построена из-за нехватки металла, из металла, как все считали, очень плохого, с большим количеством содержания фосфора. Но на самом деле это ее и спасло, потому что она не так быстро стала ржаветь и коррадировать. Значит, за последнее время, конечно, процесс коррозии усилился, потому что в Москве сейчас достаточно агрессивная среда, и башня, к сожалению, никак не защищается. Это первое. И второе, конечно, в свое время Шухов, когда строил эту башню, как уже я говорил, тут была сделана специальная конструкция подвижной основании башни, чтобы она сама себя компенсировала. Где-то в начале 50-х годов посчитали, что башня не крепко стоит в таком случае, то есть у меня есть подвижность, а передатчиков больше и больше. Ее надо укрепить. И вот эти вот подвижные как раз все блоки конструкции были залиты дополнительным бетонным кольцом. Собственно говоря, вот на нем я сейчас здесь, на этом бетонном кольце и стою. Что там внутри происходит, это, конечно, вопрос сложный. Скорее всего, там тоже идет коррозия. Поэтому башню надо защищать как можно быстрее. Если взять, к примеру, Эйфлеву башню, это раз в 5-7 лет, это замена металлических конструкций, частичная, обычно 5-10% составляет. И, безусловно, антикоррозийная защита башни. Здесь этого нету. И, в принципе, если так пойдет дальше, мы просто можем потерять вот этот весь уникальный объект. Ну, а по прогнозу, сколько где без капитальной реставрации, действительно, когда мы можем уже, когда она может представлять себе уже опасность? Вы знаете, в принципе, башня сейчас уже представляет опасность. Дело все в том, что сама она, скорее всего, не упадет. Но от нее могут начать сейчас уже даже отваливаться отдельные части. Отдельные части колец, отдельные части конструкций, которые были установлены на нее позже. Если представить, что упадет даже небольшой кусок железа, весом, ну, пускай килограмм, 20 с высоты 150 метров, можно представить, что произойдет внизу, будь это машина или, не дай бог, еще пешеход, или люди, которые здесь ходят. Это, как бы, очень нас тревожит. И, во-вторых, конечно, вот такое постепенное, как бы, разрушение башни, оно может в конечном итоге стать после необратимы. И тогда этот объект будет потерян. И тут есть такой момент, что мы не раз, собственно говоря, обращались в разные... Наш фонд обращался, я лично, в разные структуры. То есть это балансодержатель башни, это российские радиотронструкционные сети. Обращались мы в Министерство связи, по этому же вопросу. К сожалению, ответа мы не получили. И самое неприятное то, что год назад, сейчас такой небольшой юбилей у нас получается, мы обратились непосредственно к премьер-министру России, Владимиру Владимировичу Путину. Он встречался с министром связи Щеголевым. Это все было показано по телевизору, было средство массовой информации, все опубликовано. Министр обещал, что в 2009 году он начнет, в том случае, какие-то работы по сохранению и реставрации башни. Ничего не начато, ничего не сделано. Мы, со своей стороны, уже собрали, в общем-то, ну, как бы, всю мировую общественность. То есть готов экспертный совет, который мог бы провести экспертизу, посмотреть, что с башни, хотя бы определиться, что делать. Но есть такое впечатление, иногда создается, что, в общем-то, все делается для того, чтобы этот объект был уничтожен. Ну, а на его месте, наверное, построен очередной жилой небоскреб. Ливитный и с дорогим жизнью. Спасибо.